добрый день с вами максим упиров и обзор самых интересных на наш взгляд событий произошедших за последнюю неделю в российской арктике сегодня в выпуске в карелии начали восстанавливать пострадавшие от пожаров леса на таймыре разрабатывают туристический маршрут на мыс челюскин на чукотке исследуют наскальные рисунки неизвестной культуры в карелии волонтеры высадили 8000 сеянцев сосны это один из этапов восстановления северных лесов после летних пожаров перед посадкой деревьев участок размером 4 гектара тщательно подготовили вспахали землю трактором сделали минерализированные полосы но сажать молодые растения все равно необходимо вручную с помощью специального инструмента меча колесова в земле выкапывают небольшие ямки в которой и сажают маленькие деревья вместе с волонтерами восстанавливают лес сотрудники министерства природы и подведомственных организаций в северных лесах сажают только день или сосну они лучше всего подходят для местной почвы саженцы выращивают в корейских питомниках их приживаемость около 85 процентов проверят качество посадки через год потом каждые два года специалисты будут контролировать рост деревьев я ездила на пожар и соответственно для меня это очень больно смотреть на выгоревший лес и то есть не стояло вопроса ехать или не ехать просто вот свободные выходные мы решили поехать вот и соответственно поэтому здесь в россии акция началась в августе сохраним лес в рамках национального проекта экология вот и в россии планируется привлечь миллион граждан миллион и высадить 70 миллионов деревьев в республике коми отметили день шахтера сто лет назад в год основания региона была организована северная научно-промысловая экспедиция участники которой открыли печорский угольный бассейн именно с добычей угля связаны многие исторические моменты в коми здесь организовывались всесоюзные стройки ставились производственные рекорды создавались рабочие династии но были и трагические события торжественные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу горнякам погибшим на шахте северной пять лет назад тогда взрыв унес жизни 36 человек тысячи заполярных шахтеров каждый день спускаются под землю чтобы выполнять свою работу лучшие из них в честь праздника получили награды от главы региона именно воркутинский уголь принес не только славу но и дал мощный импульс промышленному развитию нашего комикрай агентство развития норильска организовала экспедицию в самую северную точку евразии чтобы оценить туристическую привлекательность мыса челюскин кроме самого мыса биологи географы историки и эксперты по развитию территории посетили остров большевик и остров революции а также исследовали две реки шленг и мамонтовую эти объекты составляют почти готовый туристический маршрут участникам экспедиции удалось понаблюдать за миграцией оленей увидеть их переправы через водоемы сделать множество уникальных снимков путешественники увидели выходы мрамора в расщелинах гор кладбище погибших при исполнении служебного долга авиаторов погран заставу детский сад поклонный крест и даже теплицу но прежде чем возить туда туристов необходимо очистить территорию от мусора который копился там десятки лет полярники готовы принимать туристов конечно им нужно будет в этом серьезно помочь без проблем не обойтись и нужно будет проводить и масштабную расчистку территории и помочь полярникам с инфраструктурой но если говорить честно то туристы туда приезжают туристы экспедиционщики и даже круизные лайнеры заходили на челюски на несколько часов на высадку в архангельской области отметили восьмидесятую годовщину прибытия первого арктического конвоя деревишь именно с него начались поставки в ссср стратегических грузов от стран союзников во время второй мировой войны с августа 41 по май 45 по северному морскому пути было проведено 78 конвоев суммарно почти полторы тысячи торговых судов во время празднования в архангельске провели телемост с участниками конвоев из других стран под названием рукопожатие через моря и океаны в акватории северной двины прошел военно-морской парад там же состоялось авиашоу русских витязей завершился праздник фестивалем военных духовых оркестров всего в области было организовано 45 праздничных мероприятий на суше воде и в воздухе 31 августа остается памятной датой днем северных конвоев мы чтим память и павших и живущих и тех кто всех архангелогородцев которые принимали участие в обеспечении северных конвоев ученые института археологии российской академии наук исследовали уникальный памятник на скальной живописи в районе реки пектымель на чукотке пектымельские петроглифы были обнаружены в 1967 году однако до сих пор остаются наименее изученными из подобных доисторических памятников это связано с труднодоступностью объекта добраться до него можно только на вертолете специалистам до сих пор неизвестно когда были сделаны эти рисунки с помощью каких инструментов и вообще представителями какой именно культуры петроглифы покрывают 12 скал которые растянулись вдоль реки на полтора километра всего найдено 350 каменных плоскостей покрытых рисунками они изображают сцены охоты древних людей на оленей морскую охоту и людей с грибовидными головами задача ученых сфотографировать петроглифы чтобы затем создать 3d модель археологического комплекса по нашим подсчетам что именно под ней подгнать вот тот ниже камень с той стороны продолжение вот этих наскальных сейчас попытаемся перевернуть этот камешек вот и вот этот песочек мы сейчас зачистим ямку и с этой стороны плоскости по идее должны быть продолжение техно-стальных на этом все увидимся с вами на следующей неделе ставьте лайки оставляйте свои комментарии под этим видео и рассказывайте чтобы вы еще хотели узнать про арктику всего вам доброго и до свидания